перед началом этого ролика я бы хотела попросить вас поставить лайк или подписаться на наш канал а лучше сделать и то и другое самый интересный момент этого видео всем огромный привет сегодня у нас солнечно все тает все тает ребят я надеюсь что тает будет постепенно потому что это страшно я даже не представляю что будет дальше вы говорите запаситесь лодками резиновыми сапогами я думаю что мы просто будем сидеть дома и никуда не будем выходить вот может быть лесу даже переместим сюда на веранду если конечно веранду не затопит у анатолия григорьевича погнула трубу все снег сходит потихонечку трубу гнет скидал можно ну что лисичка ты готова к большой воде скоро будешь плавать скоро будешь плавать моя девочка но иди спать нет нет не выходите спать иди иди мой хорош сегодня буду дальше высаживать семена алиса алис ну поднимай теперь все рассыпала не спит убирай все быстро пылесос ходит грязь разносит сейчас размажется лёша сегодня отдыхает просмотр телевизора у него по плану до поспать отдохнуть устал да за эти дни еще аллергия кошмар ну ладно отдыхай вот взяла тазик сейчас пойду земли наберу алисынка закрой двери на кухню вот такой грунт у меня это агрикола агрикола универсальный который подходит для рассады так все сейчас ты все занесу домой юля ребят занимается посадками чё садишь ты не я буду семена высаживать цветы конечно меня много еще я понимаю что семена я говорю чё будешь решила все таки в эти горшочки высаживать потом просто из них буду вынимать картонные то это не картон этот расстелила пленку и сейчас на ней прямо заполняю ячейки землей земля кстати классная очень мягкая нежная воздушная и пока еще прохладненькая немножечко она постоит сейчас согреется и я начну в нее высаживать семена я заполнила все ячейки одну ячейку решила сделать со стаканчиками трофенными и уже начинаю рассаживать семена делаю ребят вот такие наклеечки у не он плюс племен гейл white shade например разные разные делаю пока рассаживаю растения которые нужно посадить в грунт и немного засыпать вот таким делом сегодня я занята надеюсь что ячеек хватит но если не хватит буду все высаживать дальше в горшочке алиса химичит некоторые семена вот в таких колбочках какие-то крупные прям до семена драже сайта было семена точка ру говорят что хорошие семена но мы пробуем первый раз я и татьяна викторовна вот поставила мисочку с водой в нее я окунаю вот так вот зубочистку и маленькие семена насаживаю на зубочистку и переношу уже в землю вот вся основная грязь то в принципе у меня здесь и не в грязи я стараюсь аккуратно все делать если даже что-то будет все будет у меня на полу но на столе неудобно ребят реально неудобно потому что много ячеек вот сижу вот так вот на коленочках занимаюсь тихонечко своими делами распечатываю для алисы огню борта вовка добрая душа сборник стихов будет читать у меня на домашнем обучение не знаю в школу завтра пойдем или не пойдем но читать заниматься надо текст вот такой крупный выбрал ей сидит читает а вот так я делаю таблички сначала их прописываю на скотче а потом по очереди отрезаю табличку и наклеиваю на стаканчике если ты плохо запомнила еще раз прочти и тут 12 таких стихов то есть 1 страница стих потом наполовину еще одна страница стих тут куча маленьких стихов ну ты смысл не можешь рассказать я могу рассказать этот вовка добрая душа он всем помогал например какие дела он делал например в жару он помогал горожанам что здесь от жарю он делал бумажный веер у соседа у толика трубу оторвало на котел но у меня все видели что ее сломала у бати тоже он сломал он вызвал ребят они приехали там трубу ему сделали их попросил чтобы у меня хоть немного поправили тоже вот здесь закрыто вот я не вижу тебя внутри там еще как это так хорошо сохранились поправили ребята трубу поставили на место кому-то осталось прикрутить и все тут вот готова а там ребята сейчас будут думать возьмутся они не возьмутся потому что там ну правда опасного очень сильно видишь ну не мы до мужиков попросили они там он у них целая схема разработана вам как к лестницу привязали потихоньку он чистит чтоб провод не оборвать там еще провод сейчас по чуть-чуть по чуть-чуть алиса оторвала руль будет сейчас зелья готовить а чё за зелья дочь ой чё тут слушать это опасно я думала что я все ячейки заполнила но оказалось что одна ачейка у меня где-то лежит наверное на террасе в общем ребят здесь я просто землей заполнила и как говорила и еще сегодня мне лёша нашел вот такую штучку оказывается у него была сейчас я вам покажу как это работает тут с проводами конечно еще нужно будет разобраться их подмотать чтобы они не валялись душа у меня все это делает мы не в тягость сейчас покажу вам смотрите смотрите и есть разные режимы красный синий и цветной закрываю тепличку в ней реально тепло помогай я сегодня утром ее открыла и в ней было тепло тепличка все ребят пусть стоят ну плюс здесь еще теплый пол в общем я думаю что хорошее здесь местечко для этой теплицы посмотрим время покажет ну чё залез на крышу чищу начал с другой стороны здесь ребят с той стороны я с этой стороны аккуратненько потихонечку самое опасное уже позади но работа еще много впереди парни там почистили сейчас трубу будут снимать я здесь буду вычищать одну лопату опять сломали папа поехал за лопатой он славка сосед тоже чистит тоже боится за навяз за террасу что свалится вот так вот у ильича напротив прогнулся уже тоже навес аномалия помните я вам показывала что торфяные горшочки я складывала вот в эту коробку она конечно же оказалась мало все торфяные горшочки я переложила вот в этот ящичек с fix price что делать с этими торфяными горшочками я не знаю но в принципе у меня еще остались семена их еще очень много это только то что можно посадить сейчас посеять сейчас вот поэтому буду пользоваться ими буду их расходовать а когда буду пересаживать в грунт буду просто вынимать растение из этих горшочков и все вниз туда титан спускается смотрите играет мордочка чистит и роет и роет что-то роет там похоже что-то лежит у нее у нее да 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 косточка или игрушка я это сделал ребят правда я так устал за эти дни вы себе просто не представляете трындец какой-то все из крыши весь снег чистил но у меня он ведь еще здесь образовалась полный перди монокль ну и вот как следствие сейчас здесь буду чистить ладно я вот половину крыши половину крыши я скидал вот вот туда где у папа паркоместа денисан у него стоит но больше я не смог но он тяжелый вон капец он мокрый он тяжелый еще час снега вот сюда видите накидал но тут так как бы можно будет пораскидать немного тропинку сделаю небольшую сейчас основное вот не возле дома убрать и папе помочь не 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 а сейчас подъедет я сказала алиса тебя такой бардак на столе не хочешь уборку сделать нам сейчас приедет доставочка решили сегодня сделать заказ том ям ребрышки мяско и всякие вкусняшки вот лисичка стоит ждет мне кажется что у нас дома так холодно хотя и отопление включена но вот постоянно то что ходим на улицу то лёша то алиса выглядывать то я выглядываю и вот как-то подмораживает укрылась своей кофточкой любимой тепленькой ангурочкой лежу жду лёшу сейчас он зайдет пойду разгребать пакетики и будем мы обедать что это такое гном майнкрафт смешной у него такие брови а почему него нету бороды алиса не холодно вот такая вкусняшка рис дополнительно салатик так ребра ребра потом вам покажу и открываем потому что может остынуть что-то еще больше снег разгребать и вот такие ребрышки красивые с луковыми колечками татьяна викторовна нас сегодня балует и балует ребят сначала она нам принесла рулетик он был с корицей грецким орехом очень вкусный мы его съели ну буквально там минут за двадцать очень вкусно а сейчас она принесла вот такой пирожок он наверно с яблоком мы еще не пробовали яблоко вижу какая-то прослоечка и сверху а и сверху это запеченный это яблочки запеклись будем пробовать с чайком вышла на улицу хочу с лёшей прогуляться с собачкой смотрю объем работы который лёша сделал это что-то невероятное анатолий григорьевич уже ушел домой все все устали и лёша говорю лишь бросаю же ну хватит чем мы здесь не перейдем пойдем погуляем и домой отдыхать не хочет хочет доделать мне уже пишут в комментариях нафиг вы это делаете ходите прям по снегу трамбуйте воды все равно таять будет еще забыл на шарф сейчас а ты нашла его такой снег прям нереально белый нереально даже удивительно ребят белоснежный снег что мы сядки нужно отдать шарфик все здесь у нас все упало вот только эти горы снега кстати у нас поправили трубу это стоило 2000 рублей и анатолия григорьевича тоже поправили этот все благодаря нашим соседям к ним приезжали сегодня мужчины которые тоже поправляют трубу вот и нам поправили заодно ничего себе лёша как машину подогнал это он ждет осенизатор потому что вперед выезжать особо там некуда но пока ребят не переплескивается так что все под контролем вода в унитазе смывается кое-как правда на смывается самое главное что с крыш сошел снег но у нас остался только на террасе кстати ответил да что у нас водосток погнуло у нас все водостоки погнулся у нас даже защита снега вон это их даже погнуло да ты чё ну ничего себе такая тяжесть была как там сегодня эти мужики лазили мне так страшно было вот так вот не дай бог упал бы эта высота 3 метра не меньше да она гулять хочет уже я все взяла не гуляла сегодня пока мужики она гуляла встретили какого-то песика он на самовыгуле он мокрый весь всю грязь собрал по коже я не удивлюсь лёша ты если это один из тех псов которые лает на нее когда она подбегает к забору потому что они за забором такие злые а в реальности они такие добрые когда их отпускают мальчик мальчик хороший так лёш куда идем направо налево пошли направо пойдем что далеко не ходить мы хотим слышу дойти до магазинчиков из каких-нибудь прикольчиков сегодня фильм посмотрим полежим какие-нибудь ужасы я немного утеплилась садила воротничок очень тяжело идти очень такой-то плащ но сами видите я как всегда волочусь где-то в конце наше идет с лисичкой впереди машина развернуться не может застряла похоже да неизвестно кстати вот два дня уже дети сидят дома и неизвестно завтра будет школа или не будет но многие уже родители в чате пишут в родительском мы не сможем прийти у нас все замело так вот одна женщина написала в родительском чате пока не растает мы ходить в школу не будем представляете коротко и ясно и пофигу кто что подумает я считаю что вот когда такие погодные условия детей нельзя отпускать а еще в родительском чате много чё по написано дороги нечищены мы не можем пройти никуда где-то на мосту дерево упала я горит сегодня там переползала как я с ребенком там буду корячиться идти короче я вам так скажу у нас в станице ничего нигде никто я не люблю когда ты негативит говорят же что у краснодара просто нет лишь такой техники ни у краснодара не у сельских поселений почему выльской есть выльский снег выпал сразу все глава лично ездил проверял чистоту дорог ну да и всем году выпал снег приезжали к нам ассенизаторы откачивали один из них мужик был из и мы с папой вышли начали болтать и он говорит вы знаете у нас вы спитой такого нету как у вас у нас чистота снег падает потому что ильская подчиняется северской ребят мы потихонечку идем к магазину смотрите какая ложбинка здесь дай ко мне бы она же просит у меня до вот кусочки я жила целый мешок до мешок не надо нам двери хоть саварочка порву пакетик аккуратно тимон попочка такая послушная девчонка у нас вообще потихоньку ребят пробираемся он ноги разъезжаются у лёхи вот кажется что дорожка утоптана на самом деле в нее легко провалиться еще ниже ой какая красота ребят и самое классное что на улице тепло тепло даже пара изо рта нет представляете магазин мясо снег представляете сидит нас ждет все наша собака только наша куда она убежит она сразу с первого дня сидела всегда между она только и ждала когда ее кто-нибудь заберут сырков творожных не надо не надо сладкие надо ели они уже на одно сладкое эти дни ест у неё там его вот плохо что дети дома потому что она когда была в школе она все равно меньше ела сладкого а так от безделья маятся короче взяли грудинку взяли чипсы колбаску домашнюю там еще что-то взяли а водичку взяли потому что ну ребят реально мы устали здесь пробираться что-то прям так жарко стало вообще по-хорошему в такую погоду нужно ходить с рюкзаком да лишь лучше всегда с рюкзаком мы с юлей когда едем куда-то в путешествие я всегда с собой беду беру рюкзак или под ноутбук у меня специальный рюкзак раньше был или лакосту рюкзак вот последнее время всегда ношу с собой удобнее а тут с пакетами знаете равновесие тяжело держать и провалиться можешь в любой момент поэтому всем пока все ребят мы пришли домой придачу ко всему у нас еще и напряжение в сети плохое свет мигает кто-то мне вот свет мигает так что не знаю сейчас наверное сядем с телефончиками увидите а телек вывезет нет хотели посмотреть что-нибудь не знаю ребят представляете но я не жалуюсь меня вот вообще это все не напрягает мне даже интересно ну лёха лёха нервничает видите какое освещение у нас стабилизаторы стоят но не помогают и стабилизаторы и автоматы стоят и там все что нужно все стоит я в этом плохо разбираюсь сейчас я быстро разденусь и уйдут алиса сделала уроки единственное мы не знаем завтра она идет в школу или нет сказали что сегодня после пяти часов вечера сообщат но время уже у седьмого и все еще не информация идет алиса завтра в школу или нет но если не идет то тогда не знаю вот все давай отдыхай с насти хочет пообщаться деловая колбаса восстановили мы ночнички потому что они светят более менее стабильно в отличие от верхнего света и сейчас покажу вам в туалете вы упадете вот такая система и вот это вот у нас вот это у нас туалетная система на прищепки там у нас розетка там розетка вдалеке диван у нас в разобранном состоянии дверь открыта но она сюда не заходит они подушки нет она не заходит я просто хочу проверить она вообще меня послушала или нет вот целый день открыта дверь нет она не заходила не знаю я я хочу понять в какой момент она себя ведет неадекватно не могу пока сообразить не могу